Друзья, всем привет! Опять полбашки не видно, что ж такое-то? Подальше. Друзья, всем привет! С вами снова Ольга. И сегодня я хочу рассказать вам о тех особенностях жизни в Южной Корее, которые меня здесь вымораживают, которые меня не совсем устраивают, а некоторые так и совсем не устраивают. Но сначала я хотела назвать эту тему, как обычно это принято делать на Ютубе, таким кликбейтом, как «Минусы жизни в Южной Корее». Но потом, немного поразмыслив, я пришла к выводу, что те или иные минусы или плюсы жизни в той или иной стране — это дело всё сугубо индивидуальное, личное дело каждого человека, который проживает в этой стране. и то, что для одного человека, например, явным будет таким минусом, то для другого вполне возможно будет таким жирным плюсом. Поэтому всё, что я скажу дальше, это будет лично моя точка зрения, лично мои минусы. Поехали! Первый минус такой, он такой самый глобальный, самый жирный такой минус, с которым согласятся, наверное, абсолютно все, кто здесь живёт, это «Отвратительная экология». Тема экологии, она не может не волновать людей, особенно тех, у которых есть дети. Элементарно «беспокоюсь я за их здоровье», оно уже подаёт такие сигнальчики маленькие, что пора что-то менять, какие-то аллергические реакции у девчонок появляются. Немножко сумасшествия, но это, не знаю, это навряд ли связано с экологией, ну, как знать, как знать. И больше всего вымораживает тот факт, что причина всей вот этой ужасной экологии ничто иное, как соседство с большим, любимым, шикарным нашим братом Китаем. Вся вот эта гадость летит именно из Китая к нам сюда. И зависит всё от направления ветра. Ветер решает, будем мы дышать сегодня или мы будем задыхаться даже в масках, даже маски от этого не спасают. И если в Корее, конечно, своего тоже говна хватает, как бы очень повышенная автомобилизация в этой стране, в основном на семью приходится два автомобиля, как правило. Тем не менее, автопарк в Корее, он довольно молодой, машины все новые. Если вы когда-то были в Корее или смотрели видео отсюда, вы наверняка заметили, насколько новые все машины вокруг. Качество бензина также шикарное в Корее, самое высокое качество, поэтому выхлопы, конечно, есть с такой концентрацией народа и машин на один квадратный километр. Но это всё в допустимой такой норме. Но, а когда несёт ветер, когда ветер дует из Китая, то мы, конечно, получаем по полной катушке. И, в общем, в среднем полгода мы не живём, а выживаем, мы не дышим практически. Это где-то с начала зимы, с конца, короче, осени до начала весны или даже до середины весны ужасные вот эти вот смоговые вот эти вот тучи, эти... как это называется-то, господи? Циклоны. Короче, вот эти циклоны, которые из Китая к нам придувают, в основном это в холодное время года, это зима, это ранняя весна, а летом, в принципе, летом, осенью всё вполне хорошо у нас с воздухом. Так что, если захотите когда-нибудь приехать в страну утренней свежести, не делайте это зимой и ранней-ранней весной. Лучше делайте это в другое время. Следующий минус, второй минус. Скажу сразу, оговорюсь, что мне очень долго пришлось выдумывать эти минусы. Я просто ходила по улицам, думала, я занималась какими-то домашними делами, думала, я смотрела какие-то фильмы, я думала, я спала, я думала, короче, я думала, 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 думать вредно, особенно для меня. Поэтому я очень усердно искала эти минусы. Я вообще не согласна с той точкой зрения, когда, вот знаете, сейчас особенно на просторах интернета, очень часто говорят, что ой, в каждой стране есть свои плюсы, свои минусы. С одной стороны, это, конечно, бесспорно так, это факт, что в каждой стране есть плюсы и в каждой стране есть минусы. Но всё-таки сравнивать по уровню жизни Германию, например, и какую-нибудь там Сомали, Гондурас, там, не знаю, смысла нет. Всё-таки уровень жизни другой, комфорт в стране другой и всё такое. Поэтому, если станет перед вами выбор, где растить своих детей, вы, несомненно, выберете Германию, а не Сомали. И объективности ради, я хочу сказать, что Корея, она практически идеальная страна. И её плюсы можно перечислять в режиме нон-стоп, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Но тема сегодня о минусах, поэтому, вот как говорится, что она скребла, то сейчас и расскажу. И второй такой минус, лично для меня, это порой неоправданно высокие цены на всё. И дело даже здесь не столько в высокости, высоте этих цен, сколько в неотвратимости вот этой вот расплаты за всё, за вот этот комфорт, за всю вот эту красоту, что ты имеешь. Ты даже бесплатно из дома выйти не можешь, за всё только плати, плати, плати. И это на самом деле очень напряжно, особенно для тех людей, у кого какие-то временные, может быть, финансовые трудности, проблемы. Вот. Не получится у вас где-то спрятаться, отсидеться, как, например, это можно сделать в России, да, где-нибудь в деревне там засесть, огородик завести и как-то выжить. В Корее это не прокатит, здесь просто платить надо абсолютно за всё, даже за воздух. Но хочу здесь, конечно, оговориться, что в Корее работы очень много, никакой безработицы здесь нет. Именно я имею в виду такую работу, знаете, чёрную подработку. И даже вот мой муж, когда у него были какие-то финансовые проблемы, когда мы только начинали жить, он и бензином приторговывал, и какие-то разносил там рекламки, и чем он только не занимался, лишь бы, как бы, ну, как бы, если надо, всегда возможность найдётся, чтобы вам выжить. Я вот про чё хочу сказать. Ань-ня-м! Друзья, это динозавр. Мне принесла его сейчас Ангелина, она его смастерила. Это стегосауруса, она сказала, как это, я не знаю, стирозавр какой-нибудь. Хоть не очень разбираюсь я в этом. Видите, у него уже отпали ножки. Так, друг, держись, ты сегодня будешь моим талисманом. Вот так. Ножки отпали. Ну ладно, друзья, мы продолжаем, продолжаем. И у нас на очереди минус под номером 3, который гласит, в Корее очень много ограничений. Нет, конечно, Корея, это не Япония и не Сингапур. В 10 раз больше свободы в Корее. Но, тем не менее, если сравнивать с нашими постсоветскими странами, в которых мы все с вами росли, то ограничений многовато. Хотелось бы поменьше, конечно. Я, конечно, понимаю, что ограничения это равно порядок, который нам всем нравится, который мы все ценим, который мы все как бы ради этого порядка сюда и приезжаем. Но, как бы, иногда это немножко прям вот вымораживает. Хорошо, когда ты рождаешься в этом порядке, ты приучен к этим правилам, и для тебя они абсолютно естественны. Например, если взять моих детей, они не понимают, зачем, например, заплывать за буйки в море, или зачем вообще купаться, когда уже не сезон, когда уже нет спасателей на пляже, и зачем разжигать огонь в лесу, зачем рыбачить там, где не положено. То есть дети, они уже растут совсем другим менталитетом, и я, конечно, рада, что они такими растут. Но тем, кто сюда приезжает, те, кто вырос в постсоветских странах, конечно, не хватает вот этого, вот этой вот свободы, именно порыбачить там, где тебе хочется, где тебе приспичит, а не там, где это положено. Может где-то разжечь костер, посидеть под гитару песен, песни попеть какие-то. В Корее тоже это можно, это есть, но абсолютно не везде. Повторюсь, это только в таких специальных, предназначенных для этого местах. Я очень часто с ностальгией вспоминаю времена в Казахстане, когда можно было просто взять скутер, знаете, такой водоскутер, он, да, по-моему, называется, я точно не помню, в общем, который по воде, такой мотоцикл водный ездит. В общем, можно было такой взять скутер, приехать абсолютно на любое озеро, абсолютно на любой водоем, взять там кучу друзей накатать, самому накататься, и как бы никто тебе вообще слова не скажет. Или, например, взять лошадь, особенно у нас в какие-то городские праздники, в городе приводили лошадей, любой желающий мог просто эту лошадь взять и кататься на ней, и никто не будет тебя сопровождать, никто не будет у тебя стоять над душой. Как умеешь, так и поскакал. Понятно, что никто не умел особо. Вот, и как бы я всегда в Казахстане, кстати, думала, что я прекрасно умею ездить на лошади, пока я не попыталась это сделать в Корее. Я такая гордая пришла, как это называется-то и по-русски, я не знаю, в общем, там, где на лошадях дают кататься. Клуб такой, клуб наездников, где тренируют. В общем, у нас тоже это в Корее за деньги есть. Я пришла туда и такая деловая, типа, ой, я на лошади выросла. В общем, они, о, да, ну тогда вам не понадобится как бы тренер, ничего, давайте садитесь езжать. И я такая села, оседлала лошадь и такая тык-тык-тык поскакала. Они как за голову схватились там, побежали за мной, схватили эту лошадь. Вы неправильно, вы неправильно это делаете. Вы что, вы же так можете вообще там покалечиться, умереть там, не знаю, что там. Начали там в панике, короче, кричать. Я говорю, ну пока не умирала, пока не падала. В общем, ну в Корее как-то все так. Даже вот этот вот, говорю, скутер, да, на море. Просто прокатиться вам даже не дадут за деньги. Все, вы платите, не дадут прокатиться без инструктора. Если вы не хотите с инструктором, то вам надо прям какие-то права-права получать на этот. Короче, вот такая вот, такой головняк абсолютно со всем, абсолютно везде, абсолютно на каждом шагу. И это как бы, да, не может не напрягать иногда. И минус под номером 4, это скорее такой мой индивидуальный прям минус. Может, для кого-то это вовсе и не минусом будет. Но для меня минус то, что Корея полуостров. И добраться как-то сухопутным путем, учитывая отношения Южной и Северной Кореи, да, можно сказать, что вообще Корея Южная, она остров, а не полуостров. Так как через Северную Корею вы не можете никуда уехать, пока что, по крайней мере. И у людей, у которых, например, аэрофобия, так как у меня, я в здравом уме и памяти никогда не сяду в самолет, только в полной отключке. То есть у меня такая прям боязнь самолетов очень сильная, поэтому какие-то путешествия, да, если у вас такая же проблема, как у меня, то какие-то путешествия будут даваться вам довольно сложно. И да, можно, конечно, кораблем уплыть еще по морю, но недалеко, недалеко, далеко не уплывете, так как все-таки, если, да, если вам нравится путешествовать там где-то по Европе, по Америке, то это очень-очень далеко. На самолете там какие-то больше 10 часов до Европы, до Америки там я вообще молчу, это другой конец света. У меня всегда была мечта именно почему-то в Нью-Йорке побывать с детства. Хотела и до сих пор хочу. Это единственная как бы страна, единственный город, в котором я очень хочу побывать. Не особо люблю путешествовать, но вот именно Нью-Йорк меня всегда почему-то манил, и я обязательно там побываю, но, может быть, когда мне будет уже лет 80, и когда мне уже будет не страшно умирать, не страшно мне будет, что сейчас этот самолет упадет и разобьется, я полечу в Нью-Йорк. Вот, друзья. Да, единственное, куда я летаю, это Россия, это когда уже просто тоска, невыносимая тоска по родным и близким пересиливает невыносимую боязнь самолета. Да, но я летаю всегда в отключке, не буду сейчас на этом заострять внимание, это тема отдельная для отдельного разговора, но в сознании я не сажусь никогда в самолет. Вот. И минус номер пять. В Корее очень много народу. Да. В Корее очень много народу везде, особенно в развлекательных каких-то местах, особенно в те дни, когда у всех какой-то выходной, ну и даже не выходное, и неважно, причем, куда вы поедете, будь это какой-то самый лучший в Корее парк аттракционов, или какая-нибудь горная вершина где-нибудь, в пригороде где-нибудь вообще далеко в провинции. Неважно, все равно будет всегда очень много везде народу, все равно толпа вас подхватит и понесет по течению, и к этому нужно быть готовым. Если вы не любите шум, гам, много людей, не любите вот эту толпу, то вам довольно сложно, наверное, придется в Корее. Нет, в принципе, в Корее полно мест, где можно уединиться, достаточно просто выехать из города, сплошные поля, сопки, вот можно где угодно там себе купить или арендовать домик, и насладиться тишиной. Но Корея не та страна, я считаю, что если вы хотите какого-то, да, вот такого именно уединения, или скоротать свою старость в таком уютном, тихом месте, то Корея это не та страна. Корея все-таки она такая инновационная, она такая бурно-бурно развивающаяся, она такая активная, это такой, знаете, прям энергайзер, страна энергайзер, можно сказать, направо посмотришь, направо посмотришь какие-то нанотехнологии, налево посмотришь какие-то инновации. В общем, эта страна живет 24 часа в сутки постоянно, вот это стихия, корейцам это очень нравится, они специально идут в такие места, где побольше народу, они получают от этого кайф. Если вы от этого кайф не получаете, то, в принципе, да, вам можно выбрать какую-то другую страну, наверное. Друзья, ну и последний, наверное, на сегодня минус, шестой, я его придумала уже по ходу, пока рассказывала про пять минусов, и у меня в голове появился шестой. Я вообще не знаю, почему я про него забыла, почему я... Наверняка я вот так вот еще упустила много минусов, может быть, продолжение еще следует этого видео. Вот, так вот, шестой минус, который мне пришел в голову, это большая, очень большая конкуренция. Но также, как и все остальные минусы, которые предшествовали этому, помимо экологии плохой, да, все вот остальные минусы, которые я здесь приводила, они как бы имеют две стороны медали, какую-то положительную сторону и отрицательную. Так вот, вот этот шестой минус, большая конкуренция, он имеет также положительную и отрицательную сторону. То есть, если вы смотрите со стороны бизнесмена, малого бизнеса, который хочет, да, открыть свой бизнес и зарабатывать как-то деньги, то для вас это будет минус. А если вы потребитель, то для вас это будет жирнейший плюс. Жирнейший плюс. Вот, малый бизнес в Корее очень хорошо поддерживается государством, но, как бы, вот эта вот проблема конкуренции, она стоит очень остро, потому что, когда в одном здании открывается 4 или 5 кофейн, то там уже кто на что гораст. Смекалка там должна настолько работать. Все эти 4 кофейни, они будут не просто шикарный кофе делать, они еще как-то должны другие придумывать, завлекалочки для, ну, чтобы, как бы, себе переманить клиентов. И если у вас, как бы, не 7 пядей во лбу, если вы какой-то не супер креативный человек, то выжить в корейском малом бизнесе очень и очень сложно. Вот, и очень часты такие случаи, когда люди просто вкладывают все свои деньги, имеющиеся до копейки, открывают какой-то малый бизнес, и он прогорает, наверное, ну, как мой муж говорит, в 80% случаев прогорает, разоряется. Ну, он, может быть, немножко слегка преувеличивает, но, тем не менее, он наверняка недалеко от истины. Например, даже если вы посмотрите, как часто меняются заведения в одном и том же месте, вы поймете, насколько сложно выжить малому бизнесу здесь. Вот такой вот шестой и последний на сегодня минус. Я надеюсь, вам было интересно. Много, как всегда, налила воды, но я была с вами зато откровенна и естественна, и вот такая, какая и есть. Прошу любить и жаловать. Я вас всех люблю, обнимаю, целую, и всем пока, и до новых встреч!